МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы правительство Киева не признаем. Пойду, который назначен сюда правительством Киев. Для нас нелегитимный он никто. Если люди готовы общаться, пускай выходят сюда и общаются. У нас есть ветеранов, мы подвезем наших севастопольских, увешанных орденами, с вами, кого угодно. А общаться на той территории мы никому не позволим. Если они признают правительство Киева, пускай выходят и едут в Киев. Их не тронут, ни к семье, ничего. Если они находятся там, они признают правительство Киева, а мы туда никого не допустим. Не запомнили. Тихо, тихо, давайте без криков. На сегодняшний день большинство всех офицеров и военнослужащих вооруженных сил Украины, которые находятся на территории, в том числе, Севастополя, они есть местные жители. Они имеют право найти. Может быть, не надо. Да, не надо. Если, говорится, я тоже проходил дискуссию, я знаю Севастополь, и меня люди знают, кто здесь работал. Андрей Васильевич, если они оттуда выгонят до Эдука, мы пропустим туда кого угодно. Хорошо, давайте только следующий вопрос. Если я зайду туда, переговорю, не выйду. Нет. Почему нет? Нет. Давайте, вы хотите зайти, с какой целью пообщаться? Ну, я, во-первых, представитель... Мы его здесь жжем. Стоп, 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 стоп. Вы действующий офицер? Нет. А, то есть вы нелегитимная власть. Тем более представители генерального штаба. Вы выполняете указания бандитов, засекших в Крыму, в Киеве, правильно? Нет, 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 нет. Думая нет. Не надо преувеличивать. Не, не, подождите. Как не преувеличивать? Не надо. Четко, ясно, президент Путин, председатель Верховной Рады Крыма и председатель Совета Министров Крыма четко сказал, власть в Киеве нелегитимна. Это сказал Севастопольский горсовет, сказал, власть нелегитимна. Вы подчиняете сейчас верховному главнокомандующему Турчинову, правильно? Вы представитель генерального штаба? Не надо. Не надо, не надо. Зачем? Тише, тише, не надо. Шановные, почекайте холыночку, говорю отдельно для камер, потому что без проблем. Поэтому представитель назначенный адмирал Денис Березовский выступал открыто на плацу вместе с Гайдуком. Поэтому с какой целью вы туда приехали? Агитируйте. Там Гайдук хорошо агитирует. У него классно получается. Ну, правильно? Еще раз я говорю, мы уже с вами эту тему обсудили. Я, между прочим, тоже украинский офицер, тоже капитан Первого Рада. Вы должны понимать. Вот только я севастополец и отстаиваю интересы жителей города Севастополя. Если вы принимали присягу, это присяга, она присяга для всех. Я не изменяю присяги, я защищаю свой народ. А вы изменили присяги. Вот вы личный изменик Родины. Вас будут судить. Идет время. Андрюша, ты предатель, понимаешь? Ты предатель. Но пока мы не кровожаты. Я два дня назад приехал из Трия. Меня там чуть не порвали, когда увидели севастопольские номера. Я вот так вот смотрел ненависть. Посмотрите, сейчас в этих глазах людей есть ненависть? Нету. Мы мирно, грушно стоим. И говорим, товарищ, шановник, извините, хотел бы цензурно выражать. Езжай домой, в Киев, езжай. У тебя же там дом, Андрюша? Значит, я на сегодняшний день хочу сказать, что мы сегодня здесь не выражаем в этом месте волю севастопольцев. Почему? Выражаем! Как это не выражаем? Воля севастопольцев. И ну, значит, тихонечко, товарищи. Воля севастопольцев выражена на сборе, когда все собрались, 23 февраля, да? Я извиняюсь, я был на Западной Украине, ребята. Я мог точно не знать, я был во Львове в Стрии. Понимаете? Воля севастопольцев выражена в избрании народного мэра города, два. Воля севастопольцев выражена севастопольским горсоветом, три. Поэтому здесь мы выражаем волю Севастополя. Народа Севастополя! На сегодняшний день. А вы служите народу, правильно? Не надо, не на сегодняшний день. Пусть человек выскажет. Пусть выскажет, минута. Пусть победит. Тише, тише, тише. Я проходил длительное время службу в Севастополе. Занимался и общался с громадскими. Я был в штабе военно-морских сил. Да, я занимал последнюю должность помощника командующего. Знаю все громадские организации. Скажу, севастопольцы люди, которые толерантны, которые умеют слушать и говорить. На сегодняшний день, когда мы создаем и блокируем воинскую часть, мы создаем проблемы жизнедеятельности. Не правда. Жизнедеятельность. Мы создаем проблемы в коммуникации людей. Мы нагнетаем обстановку. Только диалог, нормальный диалог, может решить вопрос. Можно я вам задам вопрос? Если вы пользуетесь тем, что вы не пускаете в часть, не даете сказать этим людям... А вы не пускаете. А вы не пускаете. Хорошо, я прошу. Пусть выйдут. Хорошо, я хочу зайти. Почему я не могу? Давайте диалог сделаем в городской администрации. Пускай туда приедет Гайдук. Вы присутствие координационного комитета ИЧАЛов. Делайте там диалог. Вам не мешает. Но извините, с какой целью вы туда прибыли? Что вы им там пообещаете? Или что-то еще? Там Гайдук все обещают. Там все обещали. Давайте такой вариант. Я останусь здесь, поработаю с журналистом. Если я прибыл с какой-то целью. Скажите, вы сколько раз принимали прищадку? Не надо за этот вопрос. А зачем? Как это не надо? Ну человек не скрывает. Союзу принимал. Украину принимал. Сколько принимать прищадку? Им в конце концов дано право выбора. Кто хочет служить тому народу, который позволил себе ходить под фашистским флагом дивизии СС Галичина и Бандеровцев, как в Киеве, в Западном, пожалуйста. Они пускай служат тому народу. Если те, кто там засел, хотят служить народу Крыма и Севастополя, у них есть право выбора. Пускай выходят и служат нам без всякой крови, без всяких драк. Севастопольцы приехали сюда, к штабу флота, потому что появилась информация о большом количестве провокаторов. Вы видите, здесь уже происходят столкновения. Специально провоцируют людей на конфликт. Причем активно используются во всей этой схеме средства массовой информации с Украины. Мы видим здесь и новый канал 1+, 5 канал. Снимают специально картинку, как якобы агрессивные севастопольцы нападают на людей. Хотя, как мы же понимаем, это будет монтаж и покажут только то, что им надо. Очень жаль, что вот такие грязные технологии применяются. Потому что, конечно, севастопольцы сюда пришли для того, чтобы абсолютно мирным путем защитить свой выбор. Для того, чтобы подготовиться к референдуму. Мы блокируем просто штаб вооруженных сил Украины, чтобы не допустить провокаций. Потому что мы знаем, что уже нелегитимная власть Украины дает распоряжение, указания вести, вооружаться и готовиться к провокациям. Севастопольцы сделают все, чтобы не пролилось капли крови, чтобы все было спокойно в нашем городе. Я надеюсь, что у этих политиков, самозванцев хватит здравого смысла не начинать очередную кровавую бойню, как это было в Киеве.